Доброе утро! Дорогие друзья, доброе раннее утро 2 января. Мы на биваке Дакара. Все в этом году кучно в одном месте. Административные, технические проверки. Подиум здесь же будет, вот здесь вот можно наблюдать. Это территория стадиона Короля Абдаллы. Россияне, как обычно, всегда практически самые первые здесь сегодня. Бивак большой, как я сказал, при том, что не все команды, кстати, здесь стоят. Некоторым, например, к Срейду удалось договориться, что они стоят в другом месте. Это из-за пандемии, они опасаются, что могут заразиться коронавирусом. Ну и 2 января, достаточно тяжелый день. Мы сегодня проходим административные, технические проверки. Затем в 17 с чем-то будет пролог. 45 километров отсюда надо ехать. И в довершение всего подиум, торжественный подиум гонки. Но и уже завтра отправляемся из Джидды в большую вот эту вот петлю по Аравийскому полуострову. Административная проверка – это всегда весело, увлекательно и интересно. Ну вот зона административных проверок. Устроили ее в малой спортивной арене. Вы видите, по секциям разделены разные службы организаторов. Вход участников оттуда. И они сначала просто получают карты, дальше страхование. Какие-то там учебные классы, вы видите, по навигационному оборудованию. Мастер-классы здесь можно провести. Мастер-классы, фотографирование. В общем, все, что нужно проштамповать вот этот бегунок административных проверок. Ралина, скажи, пожалуйста, что ты здесь делаешь? Помогая нашим замечательным экипажам пройти административные проверки, после которых мы направимся на технические проверки, наши экипажи и сами справляются, поэтому мне приходится помогать им совсем немного. Мартин, наверное, не терпится вырваться на спортивный маршрут? Да, сегодня сначала проверки, а потом пролог. У нас все идет по плану с утра. Едем на новой машине. У нас не особо много было тестов перед гонкой. Машина такая же, как Рено команды Ревалт, с тем лишь отличием, что это не гибрид. Гибридную установку мы попробуем в следующем году. Мы делали три теста в Нидерландах. Надеемся, что проблемы нас обойдут стороной, в том числе проблемы с проколами. Давай договоримся, что мы посетим ваш бивак в ближайшие дни. Конечно, ну и вам тоже удачи. Привет, Эдик. Вчера вышел первый выпуск путевых заметок и все спрашивают, где Эдик? Покажите нам Эдика, куда он пропал. Куда ты пропал, Эдик? Я не пропал на самом деле, да. Не теряйте меня. Я здесь вместе с командой приехал помогать. Да, немножко в другой роли, но тоже очень интересный. Как говорится, еще осваиваюсь, но тем не менее, вижу, что в этом тоже есть полезное. Буду, конечно, делать все, чтобы быть полезным, но и быть рядом с командой, решать все стратегические и технические задачи вместе. Поэтому я здесь с командой и вижу у всех отличное настроение. Сегодня начались административные проверки, технические, команда проехала хорошо тесты. Видно, что мы готовы, экипажи готовы, но и, как говорится, уже в ожидании старта. Эдик так сровно сказал помогать. На самом деле на нем большой пласт работы, которую вел Сергей Геннадьевич Савосин. Ему большой привет в Челны. Но пока держится бодрячком. Спасибо. На всякий случай представлю, хотя этого парня-то и так все знают, это Андрей Макеев. Но мы в масках, поэтому лучше говорить. Еще раз объясняю ребятам, которые спрашивают, почему не пишите титры, кто есть кто. Это видео разбирают телеканал, у них свои титры. Если мы наложим свои титры, это видео просто не будет использовано. Поэтому вот так вот. Андрей, рад тебя видеть. И что вот в этом году все немножко по-другому, да? Как-то спокойнее? Ну да, сразу ощущается вот этот накал напряженности, который существует во всем мире. Здесь тоже он отразился. То есть мы почувствовали это сразу, начиная с административных проверок. Все разделено, все культурно, все спокойно. Везде дистанция. То есть сейчас вот мы находимся на технических проверках. Тоже нет никакой суеты. Все так в размеренном порядке. То есть всех разделили по очереди, по времени. Тоже нет никакой толчки. И, я так понимаю, организаторы ограничили вход сюда и корреспондентам, и своим тоже, кстати, организаторам тоже. То есть присутствует только необходимое количество тех людей, которые необходимы именно вот на каких-то проверках или на частях этих проверок. Поэтому я думаю, дай бог, что и гонка также пройдет все слаженно, четко, с разделениями, без всяких эксцессов. А у меня на самом деле нравится. Даже все брифинги сделали в зумах. Это более практично. Рассылают документы. Можешь изучать их потом еще у себя спокойно. Но дай бог, чтобы весь Дакар так прошел, как начинается. Так ведь? Да, я согласен. То есть все время, каждый год какие-то ношества. И нам это все давали порционно. А в этом году в связи с этой ситуацией в мире все как-то, все так раз обрушилось и резко как будто все поменялось. То есть все порядки и все расстановки на местах и люди, и машины. Все по-другому, резко все сделано. Ну что, тяжелый денек для вас? Да нет, все нормально, все неплохо организовано. Мы счастливы, что Дакар наконец начинается. А как россияне? То, что я вижу, это отличная подготовка. Все хорошо с документами, все нормально с оборудованием, со спортивной одеждой. В общем, все сделано по стандартам ФИА. А вам большая благодарность за отличную организацию. Все вовремя, все четко работает. Приятно. Это нелегкая работа для нашей команды и технических комиссаров. Но мы ее делаем. Хорошего вам Дакара. Спасибо и вам. Приветствуем Айрата Мордеева на технических проверках. Привет, Айрат. Мы по тебе скучаем. Прошлогоднее с тобой путешествие в качестве пилота пресс-кара. Но на самом деле твое место, конечно, за штурвалом спортивного автомобиля. Расскажи нам немножко о нововведениях этого Дакара. Каждый год Дакар что-то меняет, что-то придумывает. Что в этом году? Да, всем привет. Действительно рад здесь находиться уже в составе боевого экипажа. Главной новинкой этого года, наверное, для всех стал новый зачет. Зачет Дакар-классик, где будут участвовать машины, спроектированные еще до 2000 года. Действительно очень интересно. Пока были на Биваке, видели много таких старых машин. Действительно впечатляет. И интересно, как они все покажут сейчас в нынешних условиях. Также очень много уделено безопасности, так как гонка проводится в период пандемии. И все участники будут сдавать раза два во время гонки тест на коронавирус. Плюс будут рандомно выбираться какие-то участники, будут проверяться. То есть организаторы очень большое внимание этому уделяют. Что касается гоночной части, есть тоже нововведение. Это ограничение скорости на некоторых очень опасных местах. До 90 км в час хотят сделать ограничение, которое будет срабатывать именно на GPS. И нарушение будет наказываться. Поэтому нужно тоже за этим следить. Также электронные роутбуки, которые тоже только недавно появились. Их тестили на Кубке мира легковые автомобили. Здесь же мы впервые с этим столкнулись. На тестах перед стартом попробовали. Штурманы в первый раз так, так сказать, увидели этот планшет. Да, есть к чему привыкать. Не просто будет. Но все, в принципе, грузовики в равных условиях. Все участники впервые это увидели. Также по безопасности есть нововведение ту мотоциклистов. Использование, так сказать, подушки безопасности, которая будет срабатывать при ударе. Хотя многие участники тоже не совсем понимают, как она будет срабатывать, при каком ударе. И как потом ехать, если все-таки она сработала. Это такое я видел в кольцевых гонках, в мотогонках уже давно используется эта подушка. Но они после падения обычно сходят и дальше не едут. Здесь же участникам будет сложнее. Нужно будет думать, как дальше продолжить гонку. Владимир Ильич, ну вот сегодня стало известно, что организаторы не допустят ни команды болельщиков «Ассистанс», ни руководства команды на «Пролог». И более того, подиум тоже будет достаточно таким своеобразным. Никого тоже не пускают, только организаторы телевидения. Как вам такой формат гонки? Ну, это было решение ожидаемо от организаторов. Потому что был выпущен еще до выезда команд из своих стран большой, достаточно подробный регламент поведения участников во время ралли в связи с пандемией коронавируса. И все ехали сюда осознанно, ожидали те ограничения, которые могут быть. Конечно, спорт подразумевает собой присутствие на трибунах, поближе быть к игре, к гоночной машине, чтобы вот эту пыль ощущать, вот этот рев моторов слышать. Но все мы должны понимать ситуацию, в которой находимся, и быть благодарными организаторам и правительству Саудовской Аравии, что они смогли вот в этих сложных условиях ограничений гонку стартовать, дать ей возможность начаться и, дай бог, финишировать. Конечно же, мы должны, безусловно, все участники жестко соблюдать те требования, которые заготовлены были организаторами. Тогда все состоится и все получится. И то, что сегодня будет церемония старта, церемония подиум гонки без участников, без команд, ну что ж, посмотрим в соцсетях, по телевизору, ну как все зрители. Ну еще острый вопрос хочу задать. Многие упрекают организаторов, ну что мы устроили, что-то вроде пир во время чумы, везде проблемы, а вы соревнования делаете. Вот ваше отношение к этому? Да, год только начался. Дакар всегда начинает спортивный год в мире. И вот этим примером, который демонстрируют нам организаторы Дакара, они показывают, что даже в таких сложных условиях, пандемии, жизнь продолжается, надо жить, идти вперед, выгонять их с своих голов. Этот коронавирус, а не наоборот принимать его, не бояться его. Но, естественно, соблюдать все требования Всемирной Организации Здравоохранения, тех стран, в которых участники проживают, в первую очередь организаторов Дакара. И считаю, что если человечество научится вот в этих сложных условиях находить способы решения, проведения больших масштабных спортивных мероприятий, политических, там, в сфере искусства, то мы не будем стоять на месте, человечество будет идти вперед, развиваться и выгонять из своей жизни этот коронавирус. КамАЗ-мастер, административные и технические проверки пройдены. Вы видели сегодня уже некоторых конкурентов. Как в целом оцениваете готовность команды к предстоящей гонке? Честно говоря, был удивлен такому количеству участников. Это я увидел еще в Марселе. В начале декабря, когда мы были на погрузке всей техники в Саудовскую Аравию, что столько участников желает быть в гонке, попробовать испытать себя. Но действительно, прошлый год, 2020-й, был для спортсменов самоизоляции. Не хватало тренировок, соревнований. И вот участники приехали сюда. Вижу, что в хорошей готовности. Многое изменили в своих машинах. Появились новые даже участники. Ну и все в ожидании старта. Ждем пролога, чтобы первую примерку сил сделать. Длинный день 2 января продолжается. Мы на старте 11-километрового пролога в окрестностях Джидды. Автомобилисты, которые стартовали здесь чуть пораньше, чем грузовики, проезжают его примерно за 5 минут. Интересно, что организаторы решили умножать это время на 4 в избежание неких стратегий. Ну, может быть, там кто-то задержит другого участника. Я не знаю, в чем здесь затея, но пусть так и будет. Мы в ожидании грузовиков. Собственно, вот КамАЗы уже появились на стартовой линии. Ну, такая вот разминка перед грандиозным стартом Дакара. Перед тем, как Дакар, 43-й по счету, завтра отправится в большую огромную петлю по Аравийскому полуострову. А вечером нас еще ждет торжественный подиум. Друзья, мы всегда очень рады, когда на старт либо на финиш появляются наши соотечественники так далеко от дома. И вот здесь с нами Александр Павлович Горковский, представитель компании госкорпорации «Ростфех» в Саудовской Аравии. Огромное вам спасибо, что вы с нами. Александр Павлович, какие перспективы российско-саудовского сотрудничества, чем вы здесь занимаетесь, как идет работа? Добрый день, ребята. Во-первых, с Новым годом. Во-вторых, это вам спасибо, что вы пригласили нас. Нашли возможность допустить нас сюда, завести, несмотря на то, что очень строгие рамки проведения, внешние запреты, никто не знает, где, когда, что будет проводиться. Что касается нас, мы постоянно работаем в Рияде. И 1 числа мы ехали сюда 10 часов для того, чтобы побывать на этом мероприятии. Что касается нашей работы, она касается в основном, конечно, технического сотрудничества в разных областях. Ну и в том числе мы пытаемся продвигать все наше новое, что у нас есть хорошего, в том числе и автомобильную технику. Спасибо огромное. Но мы со своей стороны сделаем все от нас возможное, от КАМАЗ-мастеров, для того, чтобы эта почва для сотрудничества была наиболее благоприятной. Обязательно. Сегодня мы желаем всем удачи, выступить как можно лучше и, естественно, гордо и высоко держать наш российский флаг. Ну, честно говоря, не успели понять, какой спецучасток. Саванна, деревья низкие, быстрый, скоростной участок. Немножко песка ко мне прилично. Ну и все. Очень быстрый этап. Немного нервный, потому что очень много людей на трассе. Тут подъехали, чья-то пыль была. Не стали форсировать, потому что можно потерять больше, чем выиграть. Ну и все-таки привыкаем к цифровому роутбуку. Есть определенные новшества. Поэтому сегодня как раз увидели несколько. И я думаю, завтра уже будем потихонечку вкатываться. Продолжение следует... Стартовые позиции по итогам сегодняшнего пролога распределены. Из таблицы уже видно, кто настроен на серьезную борьбу в течение гонок. Итак, тяжелый день. Джидди позади. Завтра участников гонки ожидает спецучасток длиной 277 километров на маршруте Джидда-Биша. Здесь организаторы обещают им хитрую навигацию. А также участникам стоит быть внимательными на каменистых участках, чтобы избежать прокола шин.